Здравствуйте! На канале БУК-ТВ большие вечерние новости. В студии Виталий Матюшин. Будни позади, самое время узнать о ключевых событиях недели. Авторы репортажей расскажут о том, что волновало жителей областного центра в эти семь дней, какие решения были приняты, какие инициативы были начаты и, конечно, как готовится наш Брест к миллениуму. Сегодня в выпуске. Развитие логистики и туристического потенциала, фармацевтики, а также участие в открытии Дней корейского кино в Бресте. С официальным визитом город над Бугом посетил посол Республики Корея в Республике Беларусь Ким Йонг Хо. Анастасия Стропхо о большом пути в выстраивании гармоничных контактов. Тысяча деревьев к тысячелетию Бреста. Ирина Ольшова стала участником большой экологической акции «Зеленое будущее Беларуси», которая прошла в парке «Тысячелетие Бреста» в рамках реализации национального плана действий по развитию зеленой экономики в Беларуси и концепции «Брест-Симбио-Сити-2050». Верные воздушные маршруты, регулярное сообщение с землей и невесомые посадки. Работники гражданской авиации отмечают профессиональный праздник. Анастасия Ноздрин-Плотницкая о дне сегодняшнем Брестского аэропорта. Этот спортивный объект будет востребован, считает наш корреспондент Виктория Саченко. В Бресте в декабре планируется ввести в эксплуатацию крытый футбольный манеж со штучным покрытием и куполом-мембраной. Об этом и не только. Мы расскажем вам прямо сейчас. Республика Корея – один из ключевых партнеров Беларуси в азиатском регионе. За более чем 25 лет дипломатических отношений наши государства преодолели большой путь в выстраивании гармоничных контактов. О многом говорили участники встречи в облсполкоме, которая прошла в рамках визита чрезвычайного и полномочного посла Республики Корея в Республике Беларусь Ким Йонг Хо, который посетил Брещену с официальным визитом. Это третья поездка дипломата в наш регион. В программе, помимо встречи с руководством области, участие в открытии Дней корейского кино, а также ознакомление с работой некоторых предприятий и организаций города над Бугом. О том, какие направления белорусско-корейского сотрудничества сегодня в приоритете, а также об отношении жителей центрального города региона к творчеству корейских кинематографистов смотрите в материале Анастасии Стропко. У Брещен из Кореи, несмотря на приличное расстояние, налажен диалог и взаимодействие. Внешнеторговый оборот за 8 месяцев текущего года составил более 7 миллионов долларов США. В числе активных экспортеров такие предприятия региона, как, к примеру, Полесье, Белалка и Швейная традиция. С Корейского полуострова в Беларусь приезжают шины, оборудование, ткани и многое другое. Брестская область, в принципе, как и вся наша страна, Республика Беларусь, в целом ведет поступательную работу, которая направлена на расширение дружеских контактов с рядом государством, в том числе и Республикой Кореи. Свидетельством этому служит, в частности, растущий товарооборот между нашими регионами. Если за 2017 год темп роста составлял 113%, то за январь-август нынешнего года мы констатируем темп роста внешнеторгового оборота на уровне более 150%. Возможности Брестского аэропорта, перспективы налаживания железнодорожного сообщения, а также поставки продукции белорусских перерабатывающих предприятий на корейский рынок, в центре внимания участников встречи оказался широкий спектр тем. Стороны выразили уверенность, сотрудничество Брещиной и Корейской Республики должно и может быть более эффективным. Южнокорейское правительство уделяет большое внимание сотрудничеству с европейским регионом. На фоне потепления отношений между Северной и Южной Кореей мы продвигаем проект железнодорожного сообщения, которое соединит корейский полуостров и Европу. Конечная точка предполагаемого маршрута – Брестский регион. Это не только укрепит логистическое сотрудничество, но и может сделать Брещину популярным туристическим местом. Также у нас налажены связи в фармацевтике. Сегодня мы рассматриваем варианты выхода качественного белорусского молока на корейский рынок. После встречи с руководством области дипломат принял участие в церемонии открытия Дней корейского кино в кинотеатре «Беларусь». Ежегодно мы открываем Дни корейского кино в Минске и Бресте. Это хороший пример культурного взаимодействия. Сегодня это самая активная сфера нашего сотрудничества. И я уверен, что она поможет наладить диалог и по другим направлениям. Дни корейского кино – инициатива, которой уже не один год. За это время жители областного центра успели полюбить корейский кинематограф, а потому новые фильмы ждали с нетерпением. Это уже не первый корейский фестиваль в нашем городе, это, наверное, третий, который мы посещаем. И фильмы очень добрые, очень, как вам сказать, такое хорошее от них настроение появляется. Нам очень нравится, мы вот всем приглашаем, кто только вот еще не был, обязательно посетите и получите большое удовольствие. Я чисто увидел афишу, которая располагалась в здании, и мне было очень дико интересно попасть. Почему, собственно, пришел? Потому что именно азиатское и западное кино очень сильно отличаются. Если американцы используют в основном какие-то сюжеты, связанные с драмой и, грубо говоря, ориентированы на свой узкий рынок, то есть, допустим, боевики и, как правильно сказать, слэшеры, то азиаты, они стараются использовать именно хорошие прописанные истории и психологии. Именно у них так в менталитете заложено, что если в истории нет какой-то душераздирающей истории про человека, про его моральную дилемму, про то, что он в жизни ничего-то не успел, то это не история у них, а они это просто не пустят на рынок. Меня просто затягивает сам сюжет, и как они делают, снимают. Это очень интересно и познавательно в какой-то мере. Я очень полюбила и решила, что надо сходить, повторить. Окунуться в атмосферу далекого географически, но от того не менее понятного и интересного азиатского кино обрещаний гости города могли на протяжении трех дней. Мини-фестиваль проходил в областном центре с 1 по 3 ноября. Анастасия Стропко, Павел Малошонок, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Накануне парк «Тысячелетие Бреста» стал центром большой экологической акции «Зеленое будущее Беларуси». Мероприятие прошло в рамках реализации национального плана действий по развитию зеленой экономики в Беларуси и концепции «Брест-Симбио-Сити-2050». В дополнение к уже имеющимся зеленым посадкам свое постоянное место прописки получили 250 молодых деревьев. В закладке новой аллеи приняли участие руководство области и города, представители программы развития ООН в Беларуси и Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, молодежь Бреста и общественность. О благоустройстве рекреационной зоны, которое планируется завершить в 2019 году, расскажет наш корреспондент Ирина Альшова. Рекреационная зона в центре Заречного района стала первой точкой проведения республиканской экологической акции «Зеленое будущее Беларуси». Мероприятие организовано с целью реализации концепции устойчивого развития «Брест-Симбио-Сити-2050» и национального плана действий по развитию зеленой экономики в Беларуси при поддержке программы «Про-ООН», которая реализует на Брещене четыре проекта. Один из них – это «Зеленые города». Его первый объект – парк «Тысячелетие Бреста». Другой проект – это проект поддержки развития возобновляемых источников энергии, потому что вопросы, связанные с изменением климата, они здесь пересекаются именно с тем, что мы сегодня будем делать. Следующий проект – это проект по поддержке водных экосистем, точнее, вот торфянников. И четвертый проект – это проект, который направлен на экологическое образование, экологический мониторинг. Вот эти вот четыре проекта сегодня здесь с нами и поддерживают нас и финансово, и морально, и поддерживают эксперты. У нас год Малой Родины, и год, он продлен на три года, я думаю, в течение трех лет эта акция пройдет по всем городам Республики Беларусь, в том числе на Малой Родине любого человека можно организовать. Потому что, посадив Деларева, сохранив нашу «Зеленую страну», мы даем возможность нашим будущим детям тоже чувствовать себя прекрасно, зеленой, дышать чистым воздухом, пить чистую воду и просто слушать пение птиц, которые будут жить в этом парке. Площадь парка Тысячелетия Бреста – 18 гектаров. Сегодня свою постоянную прописку здесь получили 250 деревьев-лиственницы, красного бука, ясеня, перминального дуба, черной и вимутовой сосны, лирио-дендрона, катальпы на штамбе. С учетом уже имеющихся насаждений, зеленый наряд зоны отдыха составляет порядка 500 деревьев. В закладке аллеи вместе с представителями учреждений и организаций города, школьниками и студентами приняли участие представители миссии ООН в Беларуси, руководства области и города. У нас не хватает деревьев в новых микрорайонах, которые строим вот такой, как здесь. Фактически жилья очень много, строим много-много квартир, а растительности здесь нет. Поэтому очень актуально именно в таких новых микрорайонах заниматься высадкой деревьев, ну и в целом растительности. То, что касается лесов, там мы по отдельной программе работаем. В этом году лесоказательственное объединение наше более 4 тысяч гектаров новых насаждений в лесу посадило. Если это переводить деревья, это более 20 миллионов деревьев. К слову, к ноябрю нынешнего года только в городских населенных пунктах Брещины высажено 19 тысяч деревьев и 12 тысяч кустарников. До конца года еще 5 тысяч саженцев обретут новый дом. Александр Ипанович, что за дерево-то посадили? Декоративное яблони. Яблони. Да, здесь будут плоды, и они будут касаться на свидание пописаться. Город над Богом стал первой точкой масштабной акции «Зеленое будущее Беларуси» не случайно. Брест уже сделал значимые шаги на пути к зеленому будущему в рамках Симбио-Сити. Активно работает просветительская часть проекта «Зеленая школа», в которой участвует молодежь Бреста. Парк «Тысячелетие» тоже часть концепции. Стоимость обустройства зоны отдыха почти 9 миллионов белорусских рублей. В этом году 2,5 миллиона выделили, и вот за 2,5 миллиона мы сделали вот то, что есть сейчас. Это все практически дорожки в плитке, провели все коммуникации, инженерные сети, то есть вода, канализация, электрика на торшеры, на освещение, и вертикальная планировка. Само собой построили ТП, которое будет на весь этот парк и часть на район работать, трансформаторную подстанцию, да, и уже заложили фундамент административного здания. Сегодня в парке «Тысячелетие» продолжаются активные работы. В 2019 году, к юбилею города, он станет полноценным местом отдыха для горожан, потому что в зеленое убранство рекреационной зоны каждый вложит частичку своего труда и души. Посадка деревьев, как и рождение сына, как и постройка дома – это очень ответственное мероприятие в жизни любого мужчины. Поэтому какие чувства? Чувство, естественно, вдохновления, чувство радости, чувство удовлетворения от того, что сделал что-то полезное, что-то значимое в своей жизни. Поэтому это очень приятное ощущение. Это объединяет молодежь, делает наш мир чище, лучше, следить за экологией нашей страны. Ну и, в принципе, на свежем воздухе очень классно. Ирина Ильичевна, Андрей Щербант, Налуговкин. Специально для программы «Итоги недели». Вы смотрите «Итоги недели» на БУК-ТВ. Говорим о главном. День гражданской авиации отмечают в нашей стране в эти выходные. Поздравления и пожелания принимают люди, занятые в обслуживании воздушных судов разного класса. Гражданская авиация – визитная карточка республики. Это отмечают коллеги из-за рубежа, подтверждая цифрами статистики. Через белорусское воздушное пространство пролетают сюда 930 авиакомпаний. Брестский аэропорт – важная единица бел-аэронавигации. Только за прошедший сезон более 12 тысяч туристов воспользовались его услугами. В центре внимания берестейцев воздушная гавань еще и потому, что здесь все лето проходила масштабная реконструкция. Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая побывала в аэропорту в преддверии профессионального праздника. Брестский аэропорт – воздушная гавань известна еще с советских времен. Сегодня здесь также взлетают и садятся суда из разных уголков мира. Пропускная способность – порядка 7-8 самолетов в день, среди которых могут быть и большие авиалайнеры. Весенний-осенний сезон для представителей Брестского аэропорта прошел успешно. Отправленные самолеты в своем большинстве были заполнены пассажирами на 100%. В числе самых популярных направлений отдыха – Турция и Болгария. Не теряют актуальности и регулярные сообщения с Калининградом. Конечно, очень удобно. Визы не надо, время не тратишь. С Бреста сел, на место прилетел. Летим час, иногда 55 минут. Очень быстро, удобно. Сервис очень устраивает, потому что и здесь быстро все обслуживание идет. И в самолете очень хорошо, очень все приветливые. Начиная с 20 октября из Брестского аэропорта стали летать рейсы в страну пирамид – Египет. На выбор туристов два города – Хургада и Шарм-эль-Шейх. Мы закончили летнюю программу, в которой мы летали в Болгария, Турция и Черногория. Перевезено около 12,5 тысяч пассажиров, отдыхающих в эти направления. Но, кстати, мы открыли новую программу на Египет. С 20 октября мы летаем в два направления – это Хургада и Шарм-эль-Шейх. Популярность аэропорта среди туристов стала основанием для еще одного важного этапа в жизни воздушной гавани – ее масштабной реконструкции, которая затронула и модернизацию инфраструктуры. Серьезные изменения произошли на территории взлетной полосы. Было заменено асфальтое полотно, кроме того, расширены карманы для разворота самолетов, что позволит теперь в областном центре принимать суда больших габаритов, например, всю линейку Боингов. Материалы были использованы асфальтобетон трехслойный. У нас просто, конечно, высококачественные материалы, которые на лучших дорогах Беларуси, наверное, используются. А технология, в принципе, та же самая. Ну, только что здесь, учитывая площадь, и больше. Сегодня разрабатывается проект по ремонту здания самого аэровокзала. Планируется, что здесь даже появится зона дьюти-фри. Модернизация не только здания, но и систем. Значит, мы приступили к модернизации светосигнального оборудования. Первая очередь проведена, вторая очередь закончена в следующем году. В здании аэровокзала разрабатывается проектно-смертная документация, и будет выполнен ремонт накопителей наших. Работы на самой взлетной полосе и перроне уже завершены. Продолжается замена светосигнального оборудования на более энергоэффективные. Строится объездная дорога, возводится новое ограждение по периметру территории аэропорта. Большой фронт работ уже проделан, не менее заманчива и перспектива. Модернизация инфраструктуры аэропорта будет продолжена. Что же касается перелетов, то здесь планы не менее амбициозны. Развиваются общения с Варшавой и Москвой. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щербантун, Луговкин. Специально для итоговой программы. Человек научился летать не так уж давно, но успел превзойти птиц, придумав самолеты, которым сегодня подвластны любые высоты и расстояния. Уважаемые авиаторы, поздравляем вас с Днем гражданской авиации. Верного вам воздушного маршрута, регулярного сообщения с землей и невесомой посадки. А в следующем сюжете программы «Итоги недели» речь пойдет о деятельности Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты. Одно из основных направлений его работы – создание благоприятных условий для укрепления внешнеэкономических связей субъектов бизнес-сообщества с иностранными партнерами. С этой целью специалистами палаты был разработан перечень мероприятий. В их числе – организация визитов наших деловых кругов на международные форумы, выставки и ярмарки, а также проведение подобных встреч на территории области. Недавно в объединении появился и новый вид услуг – бизнес-туризм. Тему продолжит Анастасия Остробко. Членами Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты сегодня является порядка 230 субъектов хозяйствования. Около трех десятков присоединились в текущем году. А услугами палаты, к примеру, переводческими или консалтинговыми пользуется еще большее число предприятий. Одно из самых востребованных направлений – бизнес-поездки. Специалисты объединения представляют информацию о зарубежных мероприятиях, помогают с регистрацией и оформлением документов, сопровождают на всех этапах. В этом году много мероприятий было. Скажу про последние, наверное, не буду говорить. За первое полугодие мы общались больше с европейскими странами. То есть начинали привлекать сюда, именно в Польшу, поэтому организация бизнес-форума в Польше состоялась. Что касается из последних мероприятий таких, но все-таки регион Польский и наши предприятия ориентированы на вот такие компании, на поездки в Республику Польшу. Так как Брестское отделение не только отвечает за Брестскую область, сотрудничество с Польшей, а в принципе за Республику Беларусь, но это основное наше направление. Мы пытаемся, конечно, развить отношения и с Украиной. Всегда держим руку на пульсе в этом плане, поэтому задумок много, интересов много. Хватало бы на это все время, потому что есть мысли по организации и такого серьезного форума в Испании. Об эффективности, в первую очередь экономической, бизнес-поездок, представители деловых кругов говорят охотно. Ом развитие технологий, поддерживающих общение за тысячи километров, не способно снизить значимость обычного диалога. Не так давно, к примеру, очередные договоренности привезли из польского форума представители медицинского центра «Ладе». Наши клиники «Ладе» оснащены очень хорошим оборудованием, таким, как в любой европейской клинике. И оборудование настолько дорогостоящее, мы нуждаемся в большом потоке пациентов. И пациентов можно привлекать не только из нашего города, но также можно привлекать и из-за границы. Мы прибегаем к возможности привлечения туристов, в частности туристов, достаточно высокооплачиваемых, из-за рубежа. И вот торгово-промышленная палата нам очень в этом помогает. Последний раз, когда они нам так помогли, это буквально на прошлой неделе наш представитель ездил в Варшаву. И там удалось заключить нам контракт с германской медицинской фирмой, которая позволит нам получить дополнительный придок иностранных пациентов в нашу клинику. Заграничные клиенты, к слову, услугами клиники, как правило, остаются довольны. Для меня то, что я даже сдавала анализы в клинике, оказалось очень приятным. Как ни парадоксально, вроде бы это такая процедура, иногда болезненная, да, кровь. Я ее сдавала с улыбкой, ничего не могу сказать, допустим, о других клиниках, где я это делала до этого. Все медицинские работники были профессиональны, квалифицированы, начиная от медсестры, заканчивая анестезиологом и, естественно, целую ручки хирургу. Есть за что. Также недавно полезные деловые контакты удалось завязать и предприятию «Брест-Сельмаш». Открытое акционерное общество занимается выпуском специального оборудования для сельского хозяйства. Обладает большим опытом по производству, к примеру, зерносушилок и теплогенераторов. Продукцией и возможностями предприятия и заинтересовались польские агропромышленники. Если выехать в какой-то регион самостоятельно и охватить перечень направлений самостоятельно, очень сложно. И когда мы обращаемся за помощью торгово-промышленной палаты, она нам уточняет направление компании, с которыми мы хотели бы встретиться, и организовывает. И мы приезжаем, как правило, уже подготовленными. Нас встречают те компании, с которыми мы хотели бы встретиться. И, конечно, эффективность работы с помощью торгово-промышленной палаты намного выше. Полезные встречи торгово-промышленная палата организует и проводит не только за рубежом. На территории области под их эгидой проходят выставки, форумы и контактно-кооперационные биржи, переговоры B2B. Не так давно объединение внедрило в свою практику новый вид взаимодействия с представителями зарубежного бизнес-сообщества. В Бресте набирает обороты бизнес-туризм. Многие наши компании могут оказывать туристические услуги именно для туристов. Но оказать такую услугу для бизнеса никто не брался. Родилась такая идея, чтобы открыть бизнес-туризм. У нас есть предприятия, которые ищут партнеров за рубежом, готовы сотрудничать с другими странами. Мы открыты для многих стран по безвизу. В ходе поездки бизнес-туристы посещают предприятия региона, проводят переговоры с властями. Услуга внедрена недавно, но первые группы таких туристов уже приезжали. Две из Китая, одна из Польши. Также из страны-соседки планируется визит и в ближайшем будущем. На сегодняшний день уже есть договоренность о серьезном пресс-туре порядка 30-50 компаний. В большей степени мы хотели бы, чтобы пресса увидела о наших возможностях, о наших достопримечательностях, о нашем продукте, который мы предлагаем. Я надеюсь, что в ближайшее время, либо в конце года, либо в начале следующего года состоится этот визит сюда, пресс-тур. Анастасия Стробко, Павел Малошонок, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Новость, которую ждали. В Бресте уже в декабре начнет функционировать футбольный манеж. Футбольное поле 65 на 110 метров со штучным покрытием и куполом мембраны позволит проводить тренировки круглый год. Спортивный объект – подарок жителям к юбилею города. Уже сегодня на его территории ведутся завершающие этапы строительства. Надо сказать, объект необычный. Над его возведением работали не только белорусские мастера, но и привлекались специалисты из Словении. Оценила масштаб футбольного манежа Виктория Саченко. Футбольный манеж находится в районе улицы Луцкая за гипермаркетом «Материк». В административном здании пока еще ведутся работы, но уже в скором времени, предположительно 15 декабря, здесь начнут работать тренажерный зал, тренерские инвентарные комнаты, раздевалки и душевые, сауны, зона ожидания. Комфорт спортсменам гарантирован. Наш объект построен с учетом тех замечаний, предложений, которые были учтены проектировщиками и заказчиками на предыдущих объектах. То есть у нас, наверное, будет один из самых лучших таких объектов в республике. В Продоме есть своя футбольная команда. Два раза в неделю обязательно у нас проходят какие-то соревнования внутри нашего коллектива. Поэтому футбол нам близок. А вот работы в самом сердце манежа почти завершены. Словно восьмиэтажный дом, его высота впечатляет 22 метра. Длина поля стандартная, покрытие искусственное. Обслуживание газона будет осуществляться в соответствии со всеми нормами. Расческа травы спецтехникой, подсыпка специальной смеси. Уникальность комплекса – воздухоопорная конструкция. Круглые сутки сюда поступает воздух при помощи специальных вентиляционных отопительных установок. Это сооружение выросло буквально на глазах. Строительство объекта велось чуть меньше одного года. Вместо стен и крыши – купол. Именно он позволит тренироваться спортсменам круглогодично, вне зависимости от погодных условий. Манеж находится на балансе областного центра Олимпийского резерва по футболу, в котором сегодня занимаются 56 групп спортсменов. Желающих отточить футбольное мастерство с каждым годом прибавляется. Потому о необходимости манежа и говорить не стоит. 56 бюджетных групп. Сейчас мы начинаем создавать еще платные группы, потому что желающих, я не знаю, может, еще после чемпионата мира, толчок какой-то. Я думаю, что с ведением этого объекта замечательного интерес еще более возрастет. Одновременно здесь смогут тренироваться сразу четыре группы детей, совершенно не мешая друг другу поле. Смогут арендовать разные команды. Здесь планируют проводить товарищеские игры, учебно-тренировочные сборы. Рассматривается идея установки трибун. В рамках празднования 998-го дня рождения города над Бугом и масштабной реконструкции набережной Франциска Скорины в Бресте, больше года назад в излюбленном месте отдыха и прогулок горожан появилась площадка, оборудованная уличными антивандальными тренажерами. С инициативой обустройства спортивной зоны за Брестским ЦУМом в 2016 году выступил Геннадий Борисюк, тогда занимавший пост заместителя председателя Брестского горесполкома. Обустроили, но, к сожалению, за несколько месяцев конструкции пришли в негодность. Кто виноват? Вдаваться в подробности не будем. Тренажеры были демонтированы для ремонта и доработки. Сегодня на воркаут-площадке закончились монтажные работы, и спортивная зона вновь готова принять любителей физкультуры и активного отдыха. Что изменилось на городской набережной, расскажет Ирина Альшова. В минувшие выходные завершился монтаж обновленной спортивной зоны на набережной в Бресте. На площадку вернули старые отремонтированные антивандальные тренажеры и установили новые турники. Очень нужное дело, и раньше мы, мы здесь рядышком живем, ходили. Очень жаль, конечно, что развалили предыдущую. Так и детки, вот у меня еще старшенькая занимается в данный момент, и младший подрастет, обязательно сюда будет ходить. Я считаю, что очень нужное дело. И здесь молодежь собирается, вот, сидят не в компьютере, а вот занимаются на турниках. Поэтому я считаю, что, да, это очень нужно, и спасибо городу, что поставили такие замечательные тренажеры и площадку. Она как и игровая тоже, и спортивная, очень здорово. Опыт эксплуатации старых тренажеров показал все недостатки в виде сварных швов, пластиковых заглушек и раскручивающихся болтов. Поэтому ремонт провели с учетом прежних ошибок. Часть тренажеров осталась прежней. Из новшеств – современная воркаут-площадка. Изменилось и покрытие. Если изначально у нас было покрытие асфальтированное, то мы сейчас полностью положили уже резиновое покрытие для площадки. Для чего это сделано? Во-первых, для того, чтобы антивандальные тренажеры, которые имеют механизмы, имели амортизацию и не ударяясь об асфальтированное покрытие, портились и ломались. А второе, наша воркаутская площадка, которая сейчас установлена, занимаясь на ней, спрыгивать с тренажера, надо было бы иметь амортизацию в ногах. На ремонт тренажеров и новое покрытие городской бюджет потратил 10 тысяч рублей. Воркаут-площадка оборудована за спонсорские средства. Вместе с тем, это только первый этап обустройства спортивной инфраструктуры на набережной Бреста. Запланировано строительство детской площадки игровой для того, чтобы в некоторой степени разгрузить антивандальные тренажеры и предложить маленьким деткам специализированную площадку, для того, чтобы они могли проводить там свое свободное время. На набережной также рассчитаны велодорожки и дорожки для передвижения пешеходами. Потому что очень много случаев, когда велосипедист сбивает пешехода. Это для того, чтобы избежать этих моментов на набережной, именно рассчитана разработка инфраструктуры по велодвижению. Кстати, обновленная спортивная зона после реконструкции пользуется популярностью независимо от возраста. Очень классная, тут можно хорошо потренироваться, покататься. Можно прийти в любое время, если тепло, летом будет хорошо сюда ходить. Спасибо городу нашему любимому. За эту шикарную площадку. Большое спасибо властям города, спонсорам, которые сумели это все сделать, организовать. Большое спасибо. Во всех европейских городах, в парках есть такие площадки. И я хочу сказать спасибо, что у нас на набережной есть такая площадка. Что же касается антивандального направления в эксплуатации тренажеров, то теперь на площадке ведется видеонаблюдение. Для надежности. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру телефона 54 63 67. Мы вас услышим. Прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. А я, Виталий Матюшин, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 4 ноября ночью республика останется в зоне атмосферного фронта. Днем скажется влияние антициклона с центром над Беларусью. В Бресте воскресный день будет отмечен облачностью, но пройдет без осадков. Ночью и утром туман. Ветер неустойчивый, переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 11 со знаком плюс, максимальная днем 12 градусов. 5 ноября погоду в Бресте будет определять антициклон, смещающийся на Калужскую область России. Дождь, туман и умеренный ветер. Ночью восточного, днем юго-восточного направления. Еще будет тепло для ноября. Ночью до плюс 12, днем до плюс 14 градусов. Но синоптики предупреждают, похолодание не за горами. Редактор субтитров А.Семкин